Алан Загоев, Артём Попов Александр Зотов, Руслан Безруков справа, Джоэль Фомье слева в атаке И Виталий Лизакович нападающий Юрий Анварович Кульбаев, исполняющий обязанности главного тренера Ему нужно даже сейчас, вот при построении на этом стандарте Он показывает, куда нужно двигаться Хороший момент! Это первый голевой момент! Вот так вот как-то зазевались немного защитники Очень много общались между собой А в итоге так просто передача от Кабутова с фланга Прошла нам графическими соседями Поэтому на этом закончится первая половина И можно будет делать какие-то выводы Не спешено, что Юрий Анварович останется в команде на следующий сезон Дальний удар в исполнении Нефтехимика Не очень опасно, но размять Дюпина Ну и затем уже продолжается атака Хороший пас Лисаковича в касании Быстро принял решение Безруков против двух защитников Прокидывает мяч Фомье Выигрывает борьбу против двух игроков Нефтехимика Лежит сейчас Безруков Под удар! Какой гол за Гоева! Ох, как красиво! В ближнюю девять кладет шестой номер Рубина И открывает счет в этом матче И итоговый пас под удар Фомье И, конечно, сам выстрел за Гоева в ближнюю девятку Красивый мяч полузащитника Рубина Значит, у нас принято ругать арбитров Но вот в данной ситуации Главный арбитр матча Евгений Кукуляк Сделал то, что от него требуется Было там нарушение правил на подступе к штрафной Он уже потянулся Как-то в конце нервничали Пропускали ненужные мячи После этой атаки продолжил пас хороший от Лисаковича Фомье удар с левой Был вариант отдать Безрукову Но тогда, наверное, замедлилось бы еще больше атака Но и удар не получился у Джей Да, но продолжение тех матчей Одна игра с Алани и здесь, да? Чего стоит? Да, на самом деле их много И, понимаешь, психологически От шестого человека в белых футбол Выходит сейчас около джижой штрафной Навес Очень неплохо было все Включая удар по вороту Вот только прямо в руки голкиперу Мяч направился Спокойно его зафиксировал Юрий Дюкен И сейчас, не торопясь, вводит его в игру С конца первого тайма Загоев, прострел низом Очень умная передача от Загоева Как и вторая Но вот если вторая просто не долетела То первая по задумке была просто великолепная Ох, какой момент у Фамие Дважды подряд Фамие из любой позиции Не кладет мяч в ворота Вот это момент еще Слушай, ну Вот мы любим говорить про футбольных богов, да? Которые наказывают команды за транжирный момент Ту самую поговорку, да? Про не забиваешь ты Левый оголился Либо это гибкая схема, где самошник его предоставили Вот такие вот возможности Открыли для него всю бровку Чтобы он подключался к атакам Выглядит тренерской находки Третий раз мы увидим, как меняется игровая схема Похуду 60 минут Да-то вот он был молодым Да, я честно привыкнуть к этому не могу А пока подача! А вот это гол Достаточно просто все это было исполнено И это не Жигарона Но не зря нахваливали получается Да, и посмотри Какие эксперименты сегодня Рубин сделал При подаче угловых Как выставляли вот эти вот паровозики Спарты в защите и так далее И что все это приводит к результату Да, я Пока особых моментов мы не видим Когда мы действительно бы вскрикивали Ой-ой-ой Вот примерно так А что пытался сделать Самошников, мне интересно Он видел уже, что Дюпин находится Очень странное решение Да, Самошников вообще здесь находился на своем месте Вот здесь он ускорился и просто понимает, что За счет своей скорости он может быть здесь быстрее Грицаенко Но в итоге выбил верховой мяч Поэтому их игра так и началась Глёвлин Ох, какой момент это удар Вот это голевой момент Москвичев Летевшему мячу Вот здесь он еще не успел опуститься И хорошо пробил ближний Но Дюпин с Хайги Навес на дальнюю штангу Ох, еще один хороший удар Это такой кивок был Нижнекамский клуб Возможно, как раз из-за таких настроений Нефтехимик и не поднялся в первой половине Выше В чемпионате Но поздравляем болельщиков Рубина С второй подряд победой И, наверное, на такой приятной ноте Казанский Рубин уходит на паузу Субтитры сделал DimaTorzok